прыжка до вода с места цены и сегодня у нас очередное чудо специалист очередного чудо форума показывать свою безграмотность и безграмотность его форум чан и так читаем skoda octavia 8 новая машина есть проблемы при разгоне тапка в пол начинает машинам подергиваться как будто пропуска сжигания был сегодня у ово дилера прокатилась типов с тех зоны говорит все норм заплатил те 950 рублей за диагностику за то что он покатался на вашей машине почти 1000 рублей зашибись в обтелках симпатичен другое дело я конечно говорит не согласился и прокатить его сам типов почувствовал рывки согласился подключили диагностику сделали все норм пропусков нет говорят плохое топливо свечи хорошему на гарри думаю ну ладно может и так и поход заплатил 1000 рублей грубо говоря лоханули решил дома выкрутить стало интересно а почему там не выкрутил что там за нагар фото прилагая как по мне свечи вполне рабочие есть сервис смены хотел бы услышать ваш вердикт топлива залито преимущественно 100 бензин и так недавно был ролик про то что skoda a8 попала к дилеру на капитальный ремонт двигателей дирска у вас виноват 100 бензин смотрим свечку и так что мы видим человек может радоваться что нету расхода масла все его чудо специалисты сказали вы уже всех задолбали 100 бензином у всех нагару всех присадки так как-то кону в ракурс не очень интересных еще свечи искать вот показать надо показывать разные ракурсы сбоку справа слева снизу там юбки с под юбки но что видимо здесь расхода масла нету как сказать большой копоти от бензина нету наш центральный изолятор как бы еще хорошенький ну да я понимаю пробег еще детским но что мы видим это белый налет это не бедная смесь это ребятки что-то в бензине видим на заземляющий вот этот электрод называется не боковой а заземляющий если вы работаете на нгк фирме это вы знаете видим тут очень хороший налет какой плавление морская видите наплавляется прям на заземляющий электрод переход на юбке здесь у нас тоже видим на юбке на к вы входе в цилиндр прям на плавление такого пористого налета это какая-то херня в бензине муж и присадки у нас выкладывается на резьбе тут нас какая-то херня прямо на центральном тоже видим налет здесь у нас тоже по центру налет везде налет который как раз и затрудняет вот свечку покрути бы так 3d так развернуть руб дальше разобраться посмотреть на пойк на пойки там ведь им всякие там ириди вы плотины короче фишка того что свечка нифига не в хорошее состояние что-то в бензине не топ иди нужен паспорт бензина потом в идеале вы посмотреть на ту диагноз которую они сделали что они там пропуске всегда есть пропуск сожигание кто не в курсе они всегда существуют в любой машине даже в новой но есть опорный момент по просто нажигание когда машина фиксирует вот в какой там был момент 6 процентов там 3 процента 9 процентов или 23 при 20 при моменте больше 20 машины фиксирует пропуске выдает чек вот эти все вещи вот эти все чердобрейки на формах вообще знать не знает астас м про рассказывать по несколько лет и так результаты по свечам необходимо срочно менять заправку именно заправку самой зс потому что данный бренд производит некачественное топливо не надо перехать на 95 винар под обижать амина бренд менять данные свечи обладают каким-то исключительным налетом из состава топлива вот такой нюанс сейчас смотрел свечи человеку присылал свечи с hkod altavia 7 пробегом 200 тысяч километров свечи меняли на 50 тысяч метров и там состояние свечи было получше чем здесь кто хочет получить консультацию по своему автомобилю каким-то вопросам канал со сцен открыл консультации в телеграм-канале стас n и академии масла энсу лет легко найти поиски на скромные 500 деревянных вы получаете консультацию в любое удобное для вас время из любого удобного для вас места качественная информация подтверждена большим опытом эксплуатации данных так вот по средств основе человек подписка до свидания